Запись я включил. Сегодня у нас две темы очень интересные, необычные, поэтому я вас от всей души вам рекомендую быть повнимательнее и настроиться на очень интересный материал. Сегодня у нас, можно сказать, две темы. Это выстраивать себя, себя настоящего, и где начинается и присутствует человек. Вот такие вот темы. Для начала, коротко напомню то, о чем мы говорили в предыдущих наших занятиях, особенно на первом занятии. Что такое человек и его развитие. Но я просто некоторые факты из того урока приведу, чтобы немножко освежить память. Смотрите, есть наше привычное восприятие себя, которое разного рода людьми тысячу раз объяснено, и мы таким образом привыкаем к этим объяснениям и совершенно искренне считаем, что вот эти объяснения и есть я, человек. И большинство этих объяснений и опыт нашего восприятия, ощущения самих себя в жизни, они основаны на том, что поставляет нам тело и те чувства, которые с ним связаны. И получается, что львиная доля наших ощущений и мнений о том, кто мы есть такое, они так или иначе связаны с человеком как физическое тело и то, что мы воспринимаем в голове как какого-то рода мышления. Ну это так очень усредненно, поверхностно. Но открылись удивительные факты. Ученые стали как бы улучшать все больше и больше инструменты наблюдения и пришли к удивительным выводам. То есть я просто несколько цифр приведу. То есть сегодня подсчитано, что человеческое тело состоит порядка 75 триллионов клеток. Это очень много. Те же там, так сказать, нейронов головного мозга, там тоже очень-очень много миллиарды. Дальше. Выяснилось, что каждая клетка получает более 400 миллиардов единиц информации в секунду. Мало того, каждая клетка испытывает около 6 триллионов реакций в секунду. Было известно, что до поры вот этих обнаружений, этих всех фактов и процессов, такой одновременности и огромнейшего количества, было известно ранее, что всем управляет центральная нервная система. Ну мозг и спиной, мозг и так далее. Но когда посчитали скорость движения нервных сигналов, а они всего 100-150 метров в секунду, и наложили вот эти, так сказать, скорость этих нервных сигналов на все те процессы, которые я только что озвучил, то получается, что явно не справляется. Есть удивительный сегодняшний современный ученый, Татьяна Черниговская, наверняка вы многие ее слышали, знаете, знакомый с ее лекциями, удивительный, интересный человек, и в то же время, как ученый, не стесняется неудобные вопросы ставить. Она отмечает, что даже то, что мы привыкли думать, что мы думаем головой, оказывается, выясняется, что мысли в нашей голове появляются за несколько секунд, до десятков секунд, до того, как мы сами у себя вроде бы осознаем в голове. Тоже серьезный вопрос. И вот получается, что, оказывается, в природе человека существуют какие-то принцессы, управляющие процессы, можно так сказать, которые, мягко говоря, не совсем связаны с телом. Где-то они еще находятся. И получается, что человек по своей природе как бы уходит за пределы своего тела. Опыт всех мудрецов, самых древних времен до настоящего дня, он тоже говорит о том, что человек существо безграничное. И пока мы в своем, так сказать, развитии, а потенциал развития человека бесконечный, пока мы не начинаем дотягиваться до этих горизонтов, начинать осваивать, исследовать и использовать эти наши новые уровни, ну, нас еще трудно назвать человеком как таковым. Пока что, как бы, такой переходный мостик, ну, как тот же Ницше говорил, что человек – это мост между зверем и сверхчеловеком. Вот так он определял человека современного мира. И вы смотрите, друзья, у нас у всех, так или иначе, есть свои какие-то объяснения, которые нам нравятся, которые мы поверили, которые как-то, может быть, связаны с нашим опытом. И мы, в общем-то, часто стараемся, ну, как бы, отстаивать их, повторять для себя, пристраивать где-то там при каких-то разговорах. И вот эта такая привычка, она и создает у нас впечатление того, что, ну да, мы вот это вот и есть, и ничего другого, вроде бы, как-то не может и быть. Ну, в первой передаче мы достаточно подробно вот эти вещи объясняли, рассказывали, я приводил тот опыт наших соратников, людей, учеников на нашей школе. Вот. Но как бы мы долго не говорили об этом, самый лучший, так сказать, способ – это все-таки пережить напрямую этот опыт. Вот. Именно так. И только это пережитое личное, да еще и осознанное, оно, оказывается, и дает нам более глубокое понимание того, что это такое человек, и дело начинается, и какова его на самом деле истинная природа, и какова она однажды осуществленная, или она способна развиваться. И вот, исходя из этого, мне бы хотелось бы прямо сейчас, друзья, обратиться к вам, как бы, соратникам, кто бы помог мне в качестве, ну, я бы сказал, экскрементатора, ассистента, поучаствовать в прямом эксперименте, который вы здесь прямо будете наблюдать. Вот кто бы пожелал. В нашем эксперименте мы сейчас постараемся поймать, как бы, два зайца сразу. Блин, ну все равно какой-то шум идет. У меня вообще тишина, Федорович. Вот сейчас вокруг меня вообще тишина. Олег, а попробуй свой динамик сделать чуть тише. Динамик свой. Я в телефоне вообще-то, ребят, ну, сейчас вот звук давайте. Прибрал немножко звук. Сейчас как. У меня отдельно динамик не регулируется на телефоне, у меня просто звук регулируется. Сейчас убрал звук, как сейчас. Что, что, Бронислав, что ты хотел сказать? Да надо, чтобы тебя слышно было. Ну, сейчас лучше. Ладно, хорошо. Ну, вот смотрите, друзья, блин, такие накладки с техникой. Еще раз, как бы, вынужден еще раз начать. Смотрите, очень часто мы находимся во всякого рода жизненных ситуациях, обстоятельствах и прочее, прочее, когда мы, ну, как бы, условно говоря, начинаем на них реагировать. И наши реакции очень часто выражаются в качестве наших переживаний. И когда мы в прошлых наших передачах говорили, что вот эта вот система мышления, нейронных связей, так сказать, и того, что выдает мозг как команду на выброс всей новой химии в тело, это в конце становится эмоциями. Вот. И очень часто эти эмоции далеко не самые приятные. Мы там перечисляли четыре вида эмоций. Вот. И очень часто, когда мы не в состоянии управлять им, они в большей степени нами управляют эти эмоции, вот, мы попадаем в состояние так называемой эмоциональной зависимости. Вот. И это очень-очень сильно мешает нам. И теперь смотрите, друзья, чтобы вот научиться легко, очень просто управлять этими процессами, мы постараемся сейчас и вот с Олегом, ну, как бы, провести своего рода эксперимент, который покажет нам очень простой и надежный способ, как с этим справляться. А дальше пойдет путешествие вглубь, так сказать, природы человека, и куда это нас приведет, тоже увидим. Еще раз хочу сказать, это никакой не гипноз, не самогипноз, никакая там манипуляция, ничего подобного и близко не будет тут по отношению к тебе. Так что не переживай, все будет нормально, все ты будешь осознавать, видеть, понимать и во всем участвовать. Вот сейчас большая просьба, вспомни, пожалуйста, какой-нибудь один из последних случаев в своей жизни, ну, который тебя, так мягко говоря, сильно раздраконил. Вот оживи это состояние, это случай, ну, как будто бы ты опять там находишься, слышишь те же слова, те же люди участвуют, те же обстоятельства, время дня, то же самое и так далее. И когда ты поднимешь это состояние, просто, это самое, или кивни, или скажи, ага, и дальше мы пойдем с тобой исследовать. Ну, все делаем с закрытыми глазами. Пожалуйста, Олег. Поехали. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь и где острее всего это ощущение проявляется? Могу показать физически вот здесь. Ага, в голове. Какое это ощущение? Что там? На что это похоже, это ощущение? Такой красноватый бушующий огонь. Так, так, понятно. Вот этот красноватый бушующий огонь в этом месте в голове. Теперь спокойно, без спешки, просто смотрим на это ощущение в этом месте, где ты его чувствуешь. Просто спокойно смотрим. Ну, оно сразу поплыло. Куда поплыло? Что с ним происходит? Если можно так сказать, у меня такое впечатление, что у меня голова стала вот такая вот. При этом, ну, увеличилась в размерах. При этом цвет изменился с красноватого на такой... Ближе... Ну, посветлело. Ну, не ярко, не белое, а такое ближе. Сероватый. Может, стальной цвет такой. Мягкая серость такая. И как-то вот так все разошлось везде. Понятно, хорошо. От первоначального ощущения оно как-то изменилось, кроме вот этого, что расплывается в разные стороны? Первоначальное ощущение чего? Вот которое в самом начале ты обнаружил, как оно было и как сейчас. Есть разница в этом ощущении? Да, дело в том, что оно было сконцентрировано здесь, в голове, но оно как бы в капсуле было, в голове сидело. А сейчас оно, оно вот, оно все дальше расплывает. Уже не голова, а просто пространство. Ага. И уже не такое резкое и не давящее, да? Или как? Да, нет, оно везде. Ну, как ты попадаешь, как будто вот в свободное какое-то состояние где-то, ну... Хорошо, хорошо. Вот есть это новое состояние, отличное от первоначального, и мы просто спокойно продолжаем его наблюдать. Просто спокойно смотрим на него. Чем спокойнее смотришь, тем оно больше разрастается. Оно просто вот и светлее становится. Такое впечатление, вот как бы ты из сумерек в рассвет выходишь. В рассвет все увеличивается, и тебе вот светлее становится. Понятно. Это образ как бы рассвета. А чувства какие, когда оно так происходит? Какие чувства ты испытываешь? Есть такое слово, миротворение. Для меня подходит. Хорошо, замечательно. Вот, Олег, давай теперь постараемся или почувствовать, или увидеть, или понять, Кто держался за то первоначальное ощущение в голове, которое в самом начале было? Кому это надо было? Почему оно так было, таким? Попробую почувствовать, увидеть, или понять. Да мне это надо было. Тебе какому? Ну, на тот момент в том состоянии. Ну, то есть какая-то убежденность считала, что надо так реагировать, да? Да, 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 правильно формулировать. Так, хорошо, хорошо. Вот, Олег, а теперь давай, пожалуйста, попытаемся увидеть, где находится тот, кто это все видел, то, что ты описывал. Где он находится? Поищи его, пожалуйста. Смеяться будете, он везде. То есть ощущение, что это наблюдение присутствует со всех сторон, да? Так получается? Да, вот да, я вот даже, если вот так вот смотришь по кругу, какое впечатление, что он от тебя смотрит отовсюду. Одновременно причем. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, вот это вот то, где везде находится это наблюдение. Как его еще можно назвать условно? Я вот ассоциацию проведу. Есть такая поговорка. Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя. Только, ну, в моем понимании, бездна – это что-то темное такое, а здесь, наоборот, такое, ну, не белое, не яркое, а вот светлое. Ну, вот как, знаете, вот как ранний рассвет, когда солнца еще нет, но уже вот оно, ну, ты солнца самого не видишь, но свет уже вот такой. Вот сумерки такие, поздние сумерки перед самим восходом солнца, вот такое у меня состояние. Так, хорошо. Вот что ты еще чувствуешь? Можно ли назвать это пространство, пронизанное вот таким светом? Что ты там еще чувствуешь в этом пространстве? Ну, я чувствую, во-первых, что я часть этого пространства. То есть я сам такой живу здесь. Еще что? Ну, интересно. Ну, по крайней мере, мне чувств никаких не вызывает. Я имею в виду чувств, я имею в виду отрицательных чувств. Яркого чувства радости тоже не испытываю. Такое вот именно спокойствие какое-то. Вот умиротворение, как я сказал, здорово. Так, умиротворение, спокойствие, чувство радости. Границы есть у этого пространства? Сейчас посмотрим. Ой, далеко. Вижу. Есть. Внимательно посмотри. За этими границами, которые ты увидишь, еще что-то есть? Такое впечатление. Если ты в пузыре, можно себе представить, что, допустим, в мыльном пузыре, ну, или в каком-то пузыре пространственном, и вот ты внутри его, а пространство у тебя, как бы, оно тебя окаймляет везде. И ты, ты, ты везде в этом пространстве. А, и есть, проходы в этом пространстве есть. Как вот. О, интересное сравнение. Сейчас, в последнее время, этот, как его, COVID-19, это, или как его, рисуют, да? С присосками такой шарик. Вот такое ощущение, что я в шарике, в этом присоске, и вот, как будто я изнутри этого шарика вот смотрю, вот, в смысле, вот, проходы есть. Я вижу эти проходы. Точно сказать не могу. Их немного, не так много, как в шарике, но есть проход. Хорошо. Ну, вот, в этом, как ты говоришь, пузыре с каналами, проходами, а за ним тоже что-то есть, да? Ну, надо нырнуть туда. Давайте попробуем. Пробуем. Смотри. Сейчас выберу какой-нибудь. Поехали вот сюда вот. И что там обнаруживается? Оно как пароход, как, я не знаю, как в туннель какой-то, труба-то, пролетал, сужаешься, а потом опять... Ты выходишь в такое же пространство, только оно почему-то более светлое, вот светлее оно, вот реально вот прям вот... Такое ощущение, что совсем рассвело без солнца, ну, белое такое, ну, почти, почти белое такое. Вообще вот другое пространство, следующее пространство. Хорошо. Олег, постарайся исследовать и пронаблюдать, а где тот наблюдатель, который все это видит в этих обоих пространствах? Кто видит, где он находится? Постарайся это обнаружить. А он за этими пространствами, кто все видит, он и про... А как бы я характеризовал, получается, он везде. То есть он и пространство эти видит, и внутри, и снаружи он везде получается. Хорошо. Я не могу конкретно сказать, что, допустим, вот какая-то точка, оно везде... Понятно. Понятно, хорошо. Вот смотри, Олег, вот теперь постарайся, вот оставаясь, будучи этим пространством, посмотри на первоначальное ощущение в голове, которое ты в самом начале описывал. Как оно оттуда воспринимается? Опиши, пожалуйста. Блин, я про него вообще уже забыл, Федорович. Ну вот попробуй, посмотри. Из этого пространства, будучи им, на то первоначальное ощущение, как оно оттуда воспринимается? Непонятно, какая-то точка какая-то такая даже. Не точка, там. Что-то такое вообще-то. Ну а оно тебя... Я могу назвать координаты, чем увидеть то, что там в голове. Она никак это не цепляет тебя, трогает, не трогает эта точка. Какое у тебя ощущение по отношению к ней? Ну сейчас вот по сравнению с этого взгляда вообще никакого ощущения. Даже на соринку не похоже. Понятно. Я просто знаю, что там координата такая была где-то. Давайте попробуем ее увеличить сейчас. Не, не надо, не надо. Олег, теперь смотри, вернись в это пространство, которое ты исследуешь, путешествовать о нем, описываешь, чувствуешь его. Вот теперь смотри, вот это все пространство. У тебя, по сути дела, сегодня, ну, можно сказать, первый такой сознательный опыт исследования путешествий в этом пространстве, которое ты обнаруживаешь, что везде присутствует вот этот фактор наблюдения. Так вот это все пространство, даже с этим скромным опытом, и все, что в нем содержится, да, все, что и наблюдается, вот это все вместе в совокупности безграничное, такого качества, спокойное, благостное, как ты описывал, пронизанное светом и так далее, вот это и есть ты настоящий. Во всей совокупности, при опыте контакта и погружения в это пространство, ты будешь обнаруживать еще и больше, так сказать, глубины, интересные, так сказать, исследования, вещи и так далее. Вот, а теперь, ну, просто покупайся в нем столько, сколько тебе захочется, если почувствуешь, что хочешь вернуться, возвращайся к нам, и будем мы его дальше анализировать. Насчет покупайся уже, такое впечатление, что у меня каждая клеточка тела это пространство ощущает, и вообще, и это пространство одновременно и есть в клеточке моего тела. Не просто клеточки, а клеточки какие-то, даже не моего. Вот. Интересно не купаться, интересно, интересен процесс взаимодействия с этими клетками. Вот, когда наблюдаешь, когда наблюдаешь, вот то, что ты наблюдаешь, оно, оно как-то, оно как-то изменяется. То есть, вот, если вот в тело, как бы, я такое впечатление, что вот, можно руками подвигать это пространство, как-то, я вот. Как, даже не плывешь, а так вот, интересно. Хорошо, Олег, ну, Рок, попрошу тебя, возвращайся сюда к нам потихоньку. Делай несколько вдохов. А, у нас другое предложение, давайте вы ко мне. Не, не, это в следующий раз, давай. Делай два-три глубоких вдоха и на следующем выдохе открывай глаза. Как ты себя чувствуешь? Ощущение, что я парю, я тело ощущаю, вот, как пространство, как пространство, в котором я был. То есть, я вот, само тело ощущаешь свое, вот, ощущение того пространства перенеслись во внутрь моего тела, скажем так. Я сейчас вот вижу окружающее, но вот внутри меня вот это. То есть, получается, что я вобрал это пространство в себя. Здорово, интересно, хороший, хороший опыт. Какое ощущение, что вот оно, я не знаю, я ни у кого ничего не воровал, но пространство во мне. Ну, это пространство во всем теле, вот такие ощущения. Ну, какого качества оно сейчас у тебя, это пространство? Кайфово. Если вот можно, как бы, сказать, что вот парить, да, такое впечатление, что я вот могу парить. То есть, я могу, я могу вот телом управлять не как телом, а как вот парящее такое вот состояние парения. Всего тела такое. Хорошо. И причем, а причем оно одновременно во всем теле, не то, что там в какой-то точке, а вот именно во всем теле. Если так сейчас толкнуть, то и вроде как полечу куда-нибудь, хрен знает куда. Как шарик воздушный, такое впечатление. Хорошо, замечательно. Хорошо, Олег. Ну, тогда это самое, тогда выключаем микрофон и камеру, мы сейчас проанализируем все вместе, что произошло. О, Федорович, благодарю. Когда еще туда пойдем? Вообще нет, туда ходить не надо уже, оно внутри меня, я сейчас приглашаю к себе. Хорошо, хорошо. Как захочешь, так и пойдем обязательно. Так, хорошо, друзья. Ну вот смотрите, давайте немножко проанализируем то, что произошло. Вот смотрите, я попросил Олега поднять то состояние, которое для него было, ну когда-то не так давно, дискомфортным. И вот он оживил его, и получилось, что в голове какое-то такое неуютное ощущение скопилось. И мы начали его просто смотреть на него, наблюдать. И что получается? Смотрите, друзья, я думал его спросить где-то секунд через 10 о том, что происходит в результате наблюдения этого состояния в голове. Он буквально через 2-3 секунды уже почувствовал изменение и начал это все описывать. И с каждым моим следующим вопросом это состояние растворялось, уходило все дальше и дальше, становилось состояние легкости, света и так далее. То есть, обратите внимание, буквально 3 секунды и состояние стронулось с места. Было неуютно и неприятно, и оно тут же стало уходить. Посмотрите, братцы, вот этот эксперимент, который я проводил с очень многими людьми, особенно на нашей школе, ну через него прошло более 200 человек. У всех по-разному, у кого через 3 секунды, у кого через 15-20, ну максимум, что мне пришлось сталкиваться, это 3-5 минут. Но всегда начинает растворяться. И обратите внимание, вот это состояние эмоциональное, неприятное, давящее, у кого-то там почки болят, у кого-то грудь сдавливают, у кого-то еще какие-то неприятные ощущения, но они все начинают трогаться с места, растворяться, уходить и остается просто спокойное, чистое пространство. И еще раз обращаю внимание, не надо ни таблеток пить, не надо искать виноватых, не надо прыгать на стенку, не надо ни с кем драться. Понимаете, сразу же начинает все меняться. Весь фактор только в наблюдении. Но когда мы Олега просили сегодня поискать того самого наблюдателя, да, и выясняется, что все пространство, которому нет ни конца, ни края, оно каким-то удивительным, волшебным образом оно смотрит. Вы знаете, есть такая поговорка, энергия следует за вниманием. Но какая энергия? Ведь очень часто энергии, окрашенные нашими реакциями, нашими интерпретациями, нашими, так сказать, мнениями о том, что это такое, как мы описывали в прошлых своих занятиях, они как раз и окрашивают и чаще создают этот эмоциональный фон. А это и есть качество нашей жизни. Понимаете, какая удивительная вещь. А вот эта энергия, отстраненного наблюдателя, не вовлеченного в этот процесс эмоционального, так сказать, обслуживания, она является самой целительной. Все пространство, пронизанное вот этим состоянием, этой энергии, она самая благостная, самая целительная. И вся полнота этой энергии, это и есть вот эта самая величайшая, так сказать, закономерность природы, величайшее чувство любви. Из того опыта, который мне был доступен при работе с людьми, ну просто невероятно много вот этих эпитетов, ощущений, описаний, качества, что это пространство не имеет границ. Чем глубже на него смотришь, там же вообще слова заканчиваются. Просто чувство вселенского восторга, радости, гармонии, любви. Одна девушка тогда сказала, а я вижу, говорит, все пронизанное пространство, все какими-то, ну как она видела, красными точками. И, говорит, из этих маленьких фрагментов можно создать все, что угодно. Другая смотрела, смотрела, говорит, так это же и есть любовь. Понимаете? Вот это состояние того, что ты дома, это состояние того, что нет границ, состояние вот этой тихой радости, спокойствия, тишины и так далее. Это все характеристики этого пространства. Они, конечно же, в каждом из вас при исследовании, они все будут, так сказать, углубляться, все более разнообразными становиться и так далее, и так далее. Вот. И в итоге получается, что вот это все пространство, тот, кто смотрит удивительным образом, присутствует везде, и как будто бы в одной точке, и во всем пространстве как такового наблюдателя нет, а есть процесс наблюдения, можно так сказать. Сегодня ученые физики, так сказать, уже тоже начинают вводить свой научный оборот, вот эту терминологию наблюдателя. Они уже тоже пришли к этому. И вот, когда вы начинаете из него смотреть, вот этого отстраненного спокойного состояния, на любую свою проблему, вот, на любую абсолютно, она сразу начинает трансформироваться, она сразу начинает меняться. Конечно же, чем больше вы позволите себе такого опыта, тем больше у вас будет начинать вот это срабатывать, это связь, это присутствие и так далее. И в этом спокойном отстраненном наблюдении получается предельная ясность и понимание этих процессов не так, как наша личность, наши привычки, наши программы, заложенные в прошлом, это все привыкли объяснять, или находить виноватых, или жалеть себя, или еще что-то такое. Сразу становится ясно и понятно. Но, вот мы с вами не раз говорили о том, что действительно вся Вселенная, все существование пронизано информационным содержанием. А эта информация создает вот это вот самый, так сказать, ну, так условно скажем, вот этот самый наблюдатель, вездесущий все, везде присутствующий, для того, чтобы творить в этом пространстве, в безграничном, творить разные формы жизни, разные миры, информацию, разные свойства, ну и так далее, и так далее. Это просто бесконечная, потрясающе красивая игра. И когда вы из него смотрите, допустим, на свои проблемы, то это такое часто возникает ощущение, что вы смотрите спектакль на арене цирка. Он вас не трогает, как беда, он не трогает, как будто что-то такое тяжело переносимое, невозможное для переживания ощущений. Все легко становится и понятным. Но есть одна удивительная особенность. Мы не можем воспринимать всю информацию сразу, потому что у нас, вернее, восприятие есть, но есть еще то, что называется наше жизненное движение по пути, своему пути, там, предназначение, развитие, там, каких-то обретения уроков своих жизненных обстоятельств. Вот это все всегда, ну, как бы, доступно, то, что называется мудрость. И именно этот контекст, он достает из пространства ту информацию, которая в вашем конкретном месте, в ваших конкретных обстоятельствах помогает вам понять, осознать свои собственные, там, уроки, выходы. И вот мы часто говорили на мировоззренческой группе по поводу интуиции, да, вот как раз способно чувствовать вот эту подсказку этой мудрости, всепроникающей мудрости жизни, это и есть интуиция. Не просто все обо всем, что можно болтать, а применительно к обстоятельствам этого человека, конкретного человека, именно его. Вот это все тогда начинает здорово помогать, срабатывать и всегда, ну, как бы, ведет по жизни очень верно и очень точно. Я вот хотел бы рассказать из своего жизненного опыта, когда у меня в 90-м году случилось это прозрение, и я вдруг стал ощущать, ну, как бы, вот это присутствие у чего-то безмерно огромного, правильного, гармоничного, благостного, такого светоносного состояния, которое, я вам честно скажу, где-то первые месяца три я не ходил, я просто летал. Переполненный таким радостью, восторгом, у меня единственное желание тогда возникало поделиться со всеми, что мы можем жить совершенно по-другому, в другом качестве. И старый ум, он, как бы, все время начинает сомневаться, понимаете, мы же привыкли к так называемой объективной реальности, что ее можно увидеть, попробовать, повторить несколько раз и так далее. Вот это все мы называли реальным, да, а тут, оказывается, оно присутствует, оно помогает тебе, оно срабатывает, но его не видно, его не пощупаешь. И я проводил тысячи экспериментов для того, чтобы, ну, как бы, делаешь вид, что поступаешь по-старому, да, а наблюдаешь вот это присутствие, как оно себя ведет. И вот эти эксперименты меня убедили, что много-много тысяч раз, когда эта вот мудрость, вот этой всеохватной жизни, да, она всегда права, всегда правильно все делает. И вот после этих экспериментов просто успокоился и стал просто, ну, как бы, держать внимание на вот этом вот присутствии. И всегда все здорово получается, и все классно происходит. Это, ну, просто удивительное, потрясающее состояние. Но еще раз, братцы, позвольте себе этот опыт. Понимаете, никакие слова, они всегда немножко бедноваты. Ну, вот вы обратили внимание, как Олег, углубляясь, переживая, он, ну, обнаружил все новые и новые грани, ему хочется об этом еще и рассказать и так далее. А им конца нету. И вот получается, что вот это все существование, пронизанное вот этой, ну, я бы сказал, творческой игрой, там нет ничего, чтобы было, ну, как копия однажды созданной и так далее. Это только в музее, там экспонаты одинаковые всегда. А вот в живой жизни все является вот этим цветением, растворением, сочетанием, трансформацией. Приходит, уходит, пропадает опять в этом пространстве и так далее, и так далее. Но вот это, ну, как бы, стержневое качество, это ощущение, что ты дома, что все пронизано светом, правдой, ясностью. Какое-то состояние благости, такой удивительного, ну, восторга от того, что ты являешься уже не частью, а и как часть, и как оно целое. Вот, приходить к этому восприятию очень и очень, ну, как бы, полезно со временем. Вот, и что бы я еще хотел сказать, вот, ну, как бы, в нашей сегодняшней встрече, вот, вот, когда Олег переживал это все, я ему, как бы, старался обратить внимание, что он не выдумывает, сидит из ума. Он просто реально обнаруживает эти все, так сказать, свойства, он их чувствует, он их осознает. Я просто наводящими вопросами помогал ему, ну, как бы, описать то, что он переживает, видит и так далее. И это его конкретный опыт переживания и осознания. Да, он такой необычный, он такой своеобразный. Первый раз многим кажется, это какая-то игра ума, там, какие-то абстрактные, так сказать, вещи и так далее. Но чем чаще вы будете себе позволять это делать, тем быстрее вы будете, ну, вот, это ощущение присутствия, вот, этой мудрости жизни, или, там, ну, кто как называет, там, Богом, интуицией, там, еще что-то такое. Вот, вот, это все становится содержанием вашей жизни. И из него все гораздо яснее, проще и легче управляется, легче происходит. Это удивительное волшебство жизни, и я просто удивляюсь любви большой жизни с большой буквы к нам, которая вот эту простоту организовала. Не надо, там, каких-то супер-пупер, там, сумасшедших, там, занятий, тренинг, там, платить бешеные деньги этим психотерапевтам, там, и так далее. Это вы сами, сам себе Бог, сам себе Творец, и это очень-очень просто. Вы сейчас своими глазами это все увидели. Есть еще один небольшой момент, о чем он говорит. Вот, понимаете, для того, чтобы прийти, мы сейчас немножко, как бы, осмотрим, ну, инструменты того, как к этому приходить. Наши автоматизмы внутренние, они все, так сказать, меряют через нашу голову. Постоянно мы это соотносим со своим опытом, со своими мнениями, с той информацией, которую мы за жизнь накопили, да, которая нам кажется моей, правильной, там, и так далее, и так далее. Или, там, кто-то авторитет мне хорошо подсказал, да, вот, а жизнь, она, вот эта жизнь, которую сейчас Олег переживал, она все время свежая, она все время пульсирующая, она ни секунды не стоит на месте. Единственное ее постоянное качество – это перемены, перемены. И вот это течение движения и наше движение с этим, оно как раз и является вот этой самой восторженной жизнью. Вот, но наш ум, он, как бы, торопится все определить с точки зрения своих, ну, прошлых мнений, опыта и так далее. И здесь вот очень часто кроется ловушка. А если еще наша личность, так сказать, выстроила, ну, так сказать, фундамент, памятник самому себе, образ, там, маски привыкла менять под это дело, то ей расстаться с этой игрой очень трудно, понимаете. Ум будет подсовывать всякого рода, так сказать, мнение по поводу того, да, это все чепуха, это все лажа, это все абстракция, это не то там и так далее, и так далее. Вот эти ловушки очень желательно, ну, как бы, ловить вовремя, да, и просто наблюдая их, они точно так же будут растворяться. Это, ну, таких вот много по пути нашего освоения вот этого метода, много будет этих ловушек, временных мнений, там, попыток бороться и так далее. Почему? Потому что это все точно так же связано с работой мозга, и когда что-то, ну, совершенно резко отличается от его привычных схем, то им это воспринимается как угроза жизни, и тогда включается вот этот когнитивный диссонанс, то есть неприятен. Нет, нет, этого не может быть, не могу, не хочу, и пошли все подальше, а я остаюсь при своих мнениях. Но вы человек, вы с безграничным потенциалом, позвольте себе обрести этот опыт, не мечты, не болтовню об этом, а именно опыт. Тогда вы действительно начинаете, вот, и для этого очень важно, внимание, вот, все это, то, о чем мы сегодня говорим, это результат организации вашего внимания. Не к схемам, которые из прошлого там, чрезумным, а к тому, что есть на самом деле. Вот в этой текучести, этой живости, этой полноте, этой изменчивости, понимаете, вот к тому, что есть. И все будет обладать ощущением свежести, новизны, какого-то ощущения радости исследований и полноты, самое главное, полноты жизни, где вы, куда бы ни посмотрели, везде вы, везде это пространство, и вы являетесь и частью его, и им целым. И все существование жизни, оно становится, ну, такое ощущение, что как часть. И вот, когда мы это переживаем, все люди, в том числе, ну, как бы сам, самый сильный испытывающий фактор человечества, люди сами для себя, да, они вдруг становятся не отдельными, это все разные грани вас самих. И когда вот это понимание, ощущение возникает, вам не с кем бороться, не с кем воевать, не некого, так сказать, воспитываться, строить там, по ранжиру. Это удивительное ощущение. Вот. То есть, еще раз подчеркиваю, внимание, потому что есть, терпение. Обычно, ну, то, что не сходится с нашими шаблонами, мы это, как правило, не принимаем. Вот. Внимание, терпение, дальше идет приятие. Терпение позволяет исследовать все то, что вы, так сказать, вы не убегаете от процесса исследования, а терпеливо, спокойно продолжаете исследовать и обрастаете объемом все большим, большим и большим. Вот. И очень важно не убегать, не отталкивать от себя все, что вы исследуете, весь объем, а принять его. Просто вы понимаете, что это есть. Вот от этого бесполезно убегать там, особенно по поводу наших каких-то странностей, там, слабостей из прошлого, натянутых до сегодняшнего дня. Вот это внимание, терпение, приятие, да, приводит к тому, что вдруг вы начинаете осознавать все взаимосвязи и того, что вы наблюдали, что вы исследовали в этом объеме. И тогда становится понятно, что есть что. А как только случается понимание или осознание, а особенно вот из этого пространства наблюдателя, того самого, который является всем, и везде это наблюдение есть, понимаете, вот тут сразу и происходит состояние освобождения, состояние легкости, радости, восторга, понимание, что по сравнению с этим полновесным качеством жизни, вот эти все вчерашние блохи, они просто ничего не стоят. Осознание этой разницы, оно просто на повал убивает все старые привязки. Понимаете? И дальше возникает само вот это вот ощущение полновесного чувства любви. Вот и получается все очень просто. Внимание, терпение, приятие, понимание, свобода и любовь. Вот такие вещи. Но есть еще, так сказать, выработанные в человечестве инструменты, которые позволяют с этим более отчетливо и, я бы сказал, по нарастающей работать. Это то, что называется культура медитации. А медитации тоже очень много разного рода мнений, разговоров, всего чего угодно. Но я бы хотел очень коротко все-таки коснуться ее. Но для меня медитация это искусство отношения с самим собой. И медитация как практика, она предполагает целью войти в это вот медитативное состояние. То есть вот то, что нам сегодня продемонстрировал Олег, когда переживал эти качества, вот когда просто созерцаешь и вот это, ну, нахлынивает на тебя вот это чувство радости и полноты жизни, там уже говорить просто не хочется. Ты просто цветешь вместе со всем этим. Вот это и есть медитативное состояние, когда ты растворен в этой целостности. Но чтобы к нему прийти, приходится иной раз осуществлять практику медитации. Есть, ну, несколько вариантов того, как. Сам процесс медитации есть, допустим, так называемый классический способ. Из чего он состоит, я просто коротко постараюсь объяснить. Мы обычно на все, так сказать, объекты, которые вокруг нас или у нас вертятся, для нашего восприятия, мы их воспринимаем, повесили на него, как бы название, ну, или понял, а, ну, ну, вот это часы, это книжка, это стенка, это картина, да. И все, она уже как бы исчезает из нашего сознания. У нас даже не хватает внимания и следует даже какой-то маленький фрагмент. Вот. И получается, что мы так скользим по поверхности, и до глубины ничего не исследуем. Так вот, классика медитации, она, нам надо прийти в медитативное состояние, где мы начинаем видеть всю полноту жизни в ее физической основе. Вот то состояние духа или эфира, как говорят физики, да, который пронизывает все, из него все родится, и туда все, так сказать, уходит обратно. Вот как воспринять это состояние, которое невидимо? Вот я вам просто приведу один из факторов, да, вот атомы, ну, веществ любые, да, если его увеличить до размера вот теннисного мячика, большого, да, ну, он сантиметров, сколько он там, 6-7, да, то соседний атом в форме мячика будет на расстоянии трех километров. Вот вы увидите мячик теннисный на расстоянии трех километров? Конечно, нет. Именно поэтому нам кажется, что это все пространство пустое, как будто бы там ничего нет. Ну, даже в месте атома там есть процессы, которые в пустоте как-то вибрируют. Тоже все состоит из пустоты. Нам это трудно принять, понимаете. Вот прийти в это состояние медитативное, надо научиться держать внимание на чем-то. Вот держать сразу внимание на вот этой пустоте, на этой абстракции, для человека это, ну, кажется, дурдомом. Ну, что, я совсем больной, что ли? Что, я буду разглядывать то, чего нет? Да, и поэтому нужно поступенчатое движение в эту сторону. Как обычно, вот если первая ступень такого движения к медитативному состоянию в классике, оно начинается с чего? Вы начинаете наблюдать объект. Объект, который там, ну, предмет, допустим, там, циферблат, допустим, или там, свечку. То есть надо натренироваться до такой степени, чтобы в течение получаса вашего наблюдения в голове не возникало ни одной мысли. Это вот то, что мы смотрим объект. Потом начинаем переходить к себе, ближе к себе родимому, да, что у нас является совершенно понятным, объективным для нас, но уже внутренним. Вот это и есть дыхание. Вот, оно точно внутри, мы его отчетливо видим, понимаем, так сказать, наблюдаем и так далее. Потом начинаем наблюдать дыхание. Ну, как рекомендуется? Вот вдох-выдох, 10 раз вдох-выдох, и вот таких 30 циклов по 10 раз вдох-выдох. Вот мы наблюдаем это дыхание, чтобы вот этих 30 циклов, чтобы не возникало ни одной мысли. Вот доходим, дотренируемся вот таким образом. Потом, что еще более глубже в нас, и тоже заметное нам, как явленная реальность, да, что еще глубже дыхание? Это наши мысли. Начинаем наблюдать мысли. Точно так же. Вот наблюдая мысли, мы вдруг начинаем наблюдать, наблюдать, что эти мысли под фактором наблюдения, они тоже как бы расплываются, растворяются, а потом появляются просветы между мыслями. Вот. И вот в этих просветах вдруг начинает раскрываться нам вот это самое пространство, о котором сегодня Олег так живо и интересно рассказывал. Вот. И вот тогда мы попадаем в это медитативное состояние. Вот. Ну, есть, как бы, для кого-то, может, это покажется, ну, слишком, так сказать, длинным, трудным, там, неуютным и так далее. Есть простая практика. Ну, это прежде всего, когда вы начинаете заниматься подобными практиками и теми, которые мы рассмотрели на прошлых наших занятиях, да, просто, ну, желательно, чтобы вы, там, со своей семьей, со своими близкими, ну, как бы, договорились, что вы ведете процесс, ну, как бы, такого саморазвития, чтобы они, там, вас не упрекали, не подкалывали, ну, как бы, не мешали в этот момент заниматься всеми этими вещами. И, конечно, факт ваших перемен, он сам будет говорить в пользу этих практик. Потому что вы становитесь более спокойным, более равновешным, более светоносным, более таким добрым, отзывчивым, ну, и так далее. Вот. Дальше. Что касается медитации, обязательно должно быть место уединенное, постоянное, где вы точно этим занимаетесь. И обычно садимся в позу, ну, не обязательно в позу лотоса, да, ну, обязательно ровный позвоночник, вот, под копчик можно что-то подложить, там, сантиметров 15, там, подушечку какую-то, чтобы, как бы, чуть-чуть попа была приподнята, да, вот. Вот. И скрещенные руки, скрещенные ноги. Вот. Может быть, у кого-то они сразу получатся, но не обязательно сразу себя гнуть, там, в эту позу лотоса и так далее. Просто хоть какой-то степени скрещены. То есть, когда эти скрещенные руки, ноги и ровный позвоночник, энергия не гуляет от вас, не излучается, она, как бы, вся внутри находится, вся внутри циркулирует и не истощает вас, как бы, нас, обычных людей. Вот. И в этом состоянии вы просто сидите и созерцаете все, что внутри происходит. Да, первое время будет непросто. Начинается мысль, ой, блин, я тут не уселся, надо тут подергаться, надо поворочиться, я не так сижу там. А, а я там забыл что-то начальнику сказать, а я вот это не доделал, а мне вот это надо сделать. Вы просто не дергайтесь на все эти внутренние позывы, а просто продолжайте спокойно сидеть и наблюдать. Вот когда я начинал, я тоже там много читал, наслушался всяких, так сказать, тонкостей и прочее, прочее. Я просто тупо начал делать то, что я вам говорю. И буквально утром 20 минут и вечером 20 минут. Ну, до еды, ну, как утром проснулся, сходил в туалет, умылся, сел медитировать. До еды. И после работы я приходил, отмедитировал сначала, а потом пошел там узнать. Вот. Каждый день, утром и вечером по 20 минут. И вдруг через три месяца я обнаруживаю, что если я точно знаю, что я бы вот к этим обстоятельствам однозначно отнесся бы вот так, вот. А сегодня я чувствую, что мне так не хочется к этому относиться. Реакции как-то старые начинают исчезать. Или я, допустим, вдруг обнаружил, что как бы время растянулось. Но такое ощущение, что вот стакан со стола падает, да, он летит до пола, там, года два. За это время можно было, чтобы пережить, там, книжку написать и сто раз этот стакан поймать. Вот такие изменения происходили. И очень много становилось, как бы, спокойствия и ясности. Ну, даже если очень сильно трудно во всех этих процессах, цепляемся за дыхание и просто начинаем наблюдать дыхание. Вот как оно входит в нос, как прохлада идет, как оно попадает в горло, в легкие, как они расширяются, как замирает после выдоха, что происходит во время паузы, после вдоха, да, потом как идет выдох, потом как пауза. Вы даже наблюдая дыхание, вообще можете все про жизнь понять. Это очень удивительный процесс, его исследование, наблюдение, просто невероятная вещь. Вот таким образом, приучая себя к этому, вы все глубже и глубже погружаетесь в это вот пространство, ну, как его назовет, назовите, как хотите, да, вот это всеохладное пространство благости, мудрости, тишины, ясности, полноты жизни и так далее. И вот это все становится вашим обновлением, вашим, так сказать, новым качеством, новым пониманием жизни и так далее. Я вам очень, братцы, советую этой практикой заняться, потому что она никогда вас не подведет, и она даст удивительные, так сказать, новые грани вашей жизни, удивительные измерения и так далее. Теперь слушаю ваши вопросы, братцы. У кого, какие вопросы, пожалуйста. Да, Федорыч, хотел поблагодарить за опыт интересный. Это в первую очередь. И у меня, не знаю, вопрос, дополнение. На моем опыте, я не скажу, что занимаюсь какими-то медитациями определенными, но когда, вот даже сейчас опыт, который был, мне так, мной так воспринималось, твой голос, когда направляет, он как бы все-таки задает определенную цель, то есть конкретную мысль. И вот, как бы, мне кажется, легче медитировать, когда у тебя есть цель, с которой ты идешь. Вот направляющий был ты, когда вот сейчас был эксперимент, а если человек сам, допустим, медитирует, то у него какая-то должна быть цель этой медитации по-любому. Ну, как минимум, допустим, исследование пространства, ну, к примеру, там еще что-то. То есть, и вот, когда ты идешь с одной целью, с одной какой-то мыслью, тогда легче войти в это состояние медитации, легче получить результат. Ну, а тебе еще раз благодарность. Хорошо. Ну, смотрите, братцы, тут, опять же, все зависит конкретно от человека. Вот. Для кого-то действительно цель является, ну, как бы, таким дисциплинирующим, направляющим волю, внимание, так сказать, ну, условно говоря, объектам, да, и это выручает. Но иной раз сама цель может, и стремление к цели может создать лишнее напряжение внутри. Просто спокойное наблюдение всего того, что происходит внутри. Вот. И вот, когда мы попадаем вот в это состояние, Олег, которое ты сегодня пережил, вот, как бы, в самых разных вариациях, вот, там, ну, очень трудно говорить о цели как таковой, да, она, как бы, ну, иной раз просто, ну, как вот со мной происходит настолько мощное переполнение вот этим качеством любви, полноты, вот этой гармонии, восторга и так далее, ты хочешь, не хочешь, ты хочешь выразить ее. И уже, так сказать, процесс творческого самовыражения, он становится целью, да, и такое бывает. Ну, еще раз говорю, это все индивидуально, и, как бы, ну, ну, тут просто надо быть внимательным и возвращаться на позицию наблюдателя, и он тогда все будет, так говорится, решать сам. Братцы, я понимаю, что это очень необычно сегодня произошел, так сказать, такой опыт и эксперимент, ну, все-таки найдите у себя, так сказать, возможность все-таки попытать, вот, что-то, может, осталось там, для кого-то спорным, неясным, может быть, еще какие-то грани остались, как бы, в тени. Наверное, у каждого будет это по-разному, и ассоциации возникнут разные, мы же все разные, и ощущения у нас, и чувства у нас отличаются, поэтому переживать каждый будет несколько иное. Вот даже закроешь глаза, то не всегда одни и те же цвета, там, или точечки, там, и как оно меняется, цвета, и все прочее. Картинка бывает очень разная, бывает какая-то периодическая повторяемость, но у разных людей это по-разному, это я уже знаю точно. Да, Володя, это так, и речь не идет о каких-то копиях, просто позвольте своему вниманию вот это вот нырнуть в глубину своей собственной природы и просто исследовать, спокойно исследовать, просто вот именно попутешествовать и обнаружить все, что обнаружится. Вот понимаете, тут какая удивительная вещь часто происходит. У нас же есть, ну как бы, жизненные обстоятельства, уроки, и есть то, что во многом, ну как бы, мешает слиться вот с этой целостностью и гармонией, да. А основная эта цель привести нас вот к этому, к этой целостности, к этой гармонии, к этой любви. А вот эти узелки из прошлого, они часто мешают, понимаете. И очень часто в нашем вот этом самоисследовании часто выплывают те первые, ну условно говоря, проблемки внутренние, да, которые нуждаются в исправлении, нуждаются в нашем внимании, чтобы их развязать и отпустить. А мы очень часто эти внутренние, так сказать, обнаружения этих проблем воспринимаем, как, ну как враги, особенно когда за этим эго наше бедит. А я говорю, как, у меня вот такого вот не может быть. Не-не-не-не, сейчас я найду козлов отпущения, виноватых, не хочу я это видеть и т.д. Они как раз и лезут первыми для того, чтобы мы уделили им внимание и освободили. Ну это как бы такая трудная сторона нашего возрастания. А вот то, что ты говоришь, Володя, это да, что нету копий, братцы. Каждое мгновение абсолютно новое. И у каждого человека свой собственный контекст. Мы просто иной раз применяем, как бы, общие слова, которые нам вроде бы понятны, как-то объясняют. Но содержание у всех абсолютно разное. И вот это путешествие внутрь себя, оно тоже будет совершенно разным. Это так и есть. И не надо этого не стесняться, не пугаться. Это нормально. Еще раз говорю, что самое постоянное, что в природе есть, это перемены. Перемены, я их вижу как музыка, как цветение, как восторженное, так сказать, путешествие по вот этим всем тонкостям жизни, которые вот этого качества не теряют. Чего я вам искренне желаю. И причем, братцы, это не за семью горами, не за замками, не за дверями. Просто внимание в эту сторону. Ну, как сегодня Олег нам помог обнаружить это. Еще один вопрос, Федорович. Да. Вот термин отпустить. Расшифруй его. Как ты его поймешь? Я вот в нем как-то не совсем, видать, разобрался. Может быть, я и применяю это, но я его не могу сформулировать почему-то. Ну, вот смотрите, братцы, ну вот в нашем исполнении что такое отпустить? Вот есть какое-то переживание, да? Мы же на автопилоте, о чем мы в прошлой передаче говорили, да? О том, что мы начинаем выстраивать цепочку. Определяем, что значит это переживание, кто я по отношению к этому переживанию, что с ним делать, каким образом, и включая эту реакцию, да? И вот этот автоматизм, потому что мы занимаемся этим с утра до вечера, да, он нас постоянно, так сказать, ну, вводит в это состояние. И получается, особенно когда я рисовал вот эту цепочку, ну, как бы, мыслей, нейронные связи, включение гипоталамуса, вот эти все аминокислоты, вброс в тело, идет вот этот метаболизм телесный, да, энергии, там, химические реакции, все это идет. И вот это все в конце, эта вся, так сказать, новая химия, она становится эмоцией. И это становится привыканием. То есть мы становимся эмоционально зависимы. И чтобы обслужить эту зависимость, надо постоянно думать о том же самом. И очень часто, особенно если, допустим, мою личность, какое-то там событие, как я показалось, обидела, да, и я начинаю внутри это все постоянно комментировать, бороться, там, находить виноватых, там, или как-то там жалеть, там, или себя, или еще кого-то, там. То есть с помощью вот этой внутренней комментарии или борьбы за свою какую-то справедливость, да, постоянно поддерживая этот процесс, это и есть как раз держаться за это. А вот перестать этим заниматься, это и есть отпустить. Вот что такое отпустить? Вот, ну, сегодня же очень ярко с Олегом, буквально там 2-3 секунды прошло, это внимание, спокойное, чистое внимание, сразу распутало этот узел. Он в этот момент, в эту, ну, головную неуютность в голове, он ничего не добавлял, никаких мыслей, никаких значений, никого-то там, ничего не интерпретировал, не дописывал умом какие-то там грани этого явления. Он просто на него смотрел. Вот это и есть отпустить. То есть не держаться ни за его значение, ни свое отношение к этому значению, вот это все не держать, тогда оно все отпускается. Ну, это же не пофигизм же это, вот я, проблема существует, допустим, а я положил на нее и все, это же не есть отпустил, да, проблема-то осталась. Володя, дело в том, что, вот смотри, тут же опять же все, опять же, если исследовать это все достаточно глубоко, то мы начинаем обнаруживать, что наши проблемы очень часто, и львиная доля из них, они просто надуманные, они существуют в нашей голове. Есть целая куча, есть потребности человеческие, да, есть потребности наших, так сказать, социальных взаимодействий, есть потребности в развитии, а есть, так сказать, искусственные проблемы, вот особенно из наших реакций, да, ну вот кто-то там меня обидел, я с ним не договорил, вот для меня это проблема, да, я за нее держусь, вот, и не отпускаю. Вот, как ее решить? Ну, пойти или морду набить, или объясниться, или уехать в другой город, или еще как-то. Понимаете, мы очень часто по поводу вот этих, ну, надуманных проблем, часто на них реагируем, а то, что является нашей потребностью, это так или иначе жизнь нас к этому все равно приведет. Мы от этих, так сказать, вещей никуда не денемся. И, понимаете, вот мы иногда устаем от этой внутренней борьбы, да, что даже насущные проблемы нам не хочется решать, вот, потому что устали, потому что там надоело, потому что много конфликтности переживали, ну, еще что-то такого. Вот, вот здесь очень важно понимать, это, ну, как бы, реальная потребность, которая осуществляет мою жизнь и мое развитие, или это вот та самая борьба, которая выглядит как проблемы. Вот, когда мы эту разницу понимаем, да, ведь неучастие в проблемы – это тоже ее разрешение, и это не пофигизм, то, но, опять же, какого уровня эта проблема? Если она касается нашей жизни и, так сказать, сигнализирует о том, что надо что-то менять, то это не проблема, а подсказка, можно так сказать, урок. А если это то, что, ну, как бы, уродует нашу жизнь, приводит ее в конфликтное состояние и так далее, и так далее, то развязать ее и не участвовать в ней – это не пофигизм. Просто у нас же очень много моралистов вокруг нас, да, которые нас стягают кнутами. Ты должен, это проблема, это твоя проблема, вот так, вот так, вот так надо, да. И мы же в силу, так сказать, того, что с самого раннего детства управляемый чувством вины и чувством страха, вот, заводимся на это и начинаем тоже считать, что это проблема. Ну, вот ты правильно говорил, что все индивидуально, все только в контексте конкретного человека и его обстоятельств. Вот когда мы смотрим вот оттуда, из этого пространства, которое сегодня мы переживали, да, вот этой отстраненного спокойствия, сразу все становится ясно, проблема она или нет, какого она требует мое участие или, наоборот, не участие, да. Чем меньше я добавляю в эту надуманную проблему, тем быстрее она исчезает и рассасывается. Ну, я понял, я вообще-то, наверное, я это все практиковал в своей жизни. Я, сейчас мне пришло на ум, что, когда у меня трудные бывали периоды в жизни, казалось, неразрешимые проблемы, я просто начинал работать и сосредотачивался на работе, и как-то все само собой разрешалось, рассасывалось и все прочее. Ну, и такое бывает, когда мы переключили... Наверное, так. Я думаю, вот почему я и сказал, что пофигизм, это, ну, это не пофигизм, а это, наверное, интуитивное понимание, что эта проблема навязана кем-то, чем-то из мне пришедшая ко мне в голову и мешающая мне спокойно жить и радоваться жизни. Да, Володь, тут все зависит от конкретного обстоятельства и контекста, в котором это все происходит. Иной раз переключение внимания на что-то другое, да, ослабляет внимание к проблеме, то есть мы ее не интерпретируем, не добавляем, не создаем реакции, и она сама может потокнуть, понимаешь? И это тоже один из методов, как с ней работать. Ну, чаще всего все проблемы наши, они надуманные, понимаете? Когда мы не знаем себя, не знаем вот этой мудрости жизни, да, и, так сказать, выбираем игры наших там характеров, привычек, там каких-то, так сказать, несовершенных мировоззренческих установок, вот тогда это все и начинается проблемой быть. Ну, да, видимо, мы попадаем в ловушки, забывая про свое извлечение, что все в этом мире происходит наилучшим образом в соответствии с коллективной нравственностью всех участников процесса, то есть и нас в том числе. Да, да. Хорошо. У кого еще, друзья? Какие вопросы, дополнения, предложения? На подсказку, да, вот оно, когда рассуждаешь, задаешь вопрос, то на него уже и сам получаешь ответ от себя даже. Так, друзья, еще раз обращаюсь ко всем. Какие есть вопросы по поводу сегодняшнего материала? Я вот еще, как бы хотел, в прошлый раз забыл, когда мы говорили о работе с проблемами через подсознание, да, вот какой еще момент есть, вот когда мы говорили о выходе на альфа-уровень, да, то вот есть такая простая штука, как бы тоже такой простой, незатейливый инструмент, как, ну, нормализовать самого себя в самых разных обстоятельствах. То есть вы, допустим, выходите на альфа-уровень, да, как я тогда подробно рассказывал, да, и начинаете себе, как бы, говорить, как только я соединяю большой и указательный палец, ну, и прямо это делаете в момент этого произнесения этой фразы, во мне сразу наступает гармония, мир, покой, все нормализуется, я чувствую себя спокойным, мудрым, уравновешенным, светоносным, полным любви, радости и понимания. И вот таким образом 10-12 раз, как бы, сделали таких сеансов, вот именно, а потом, просто потом, вот в жизненных обстоятельствах, вот что-то там вас раздраконило, вывело из себя, вот так, оп, пальчики сжали, и сразу наступает вот это состояние. Это проверено. Ну, братцы, если кому-то тоже захочется пережить подобный опыт, пожалуйста, обращайтесь вместе, вместе пройдем и через него. Вот, ну и на следующее занятие у нас будет шестая тема, еще раз говорю, посмотрите внимательно, что, как, с кому, что хотелось бы, там, может быть, дополнительные вопросы добавите, ну и так будем идти дальше по нарастающей. А на сегодня всех благодарю, очень рад был быть вместе с вами, друзья, всего доброго, до следующей встречи. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт словрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Продолжение следует...